Кормить новорожденных грудью до полутора лет. Именно такие сроки вскармливания рекомендуют специалисты-медики. А помочь молодым мамам осознать всю пользу материнского молока для их же собственных малышей призвана Всемирная неделя грудного вскармливания, которую ежегодно объявляет Всемирная организация здравоохранения с 1 по 7 августа. Игорь Гурьянов прошелся по уютным палатам второго родильного дома. Кормление малыша грудью – зрелище завораживающее. Здесь всегда есть что-то глубинно животное, небесно возвышенное. Именно эта мизансцена в основе целых эпох в искусстве. Именно она – самая мирная картинка на Земле. Пожалуй, единственный момент, когда женская грудь по-настоящему целесообразна. Сегодня, говорят о кушеры второго роддома, они практически не сталкиваются со случаями отказа мамаш от грудного вскармливания. За исключением, конечно, медицинских противопоказаний. Сам же процесс обоюдно полезен как для малыша, так и для его мамы. Как говорится, отточен миллионами лет эволюции. Прежде всего, это сохранение здоровья, это профилактика рака молоко-молочной железы, это профилактика различных мастопатий, это профилактика незапланированных беременностей, профилактика анемии, вот это только кормление грудью, представляете? Незаменимо грудное молоко и для новорожденных. Его химический состав уникален, как шутят врачи, боч, котлета и компот в одной тарелке. Точнее, молочной железе, аналогов которой пока не создана ни в одной химической лаборатории мира. Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда молоко, оно обволакивает стеночки кишечника, не дает внедряться и размножаться каким-то болезнетворным бактериям. Вот формирование органов дыхания, когда ребеночек сосет, формируется правильный ритм, правильный вдох, глубокое дыхание. Вердикт специалистов медиков категоричен. Если мы хотим говорить о здоровой нации, кормить ребенка грудью нужно до полутора лет. Именно в этом возрасте формируется здоровый или больной организм. Именно в этом возрасте грудное молоко оптимально сбалансировано природой для помощи растущему человеку. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТЛИН.